Доклад Сергея Михайловича Воронина «Методы конструирования аналитических объектов». О чем я вам сейчас собираюсь рассказывать? Если расскажешь свои русско-технические вещи, это будет, наверное, мало кому интересно. А потом был доклад Германа, который мне очень понравился. Он говорит, да ну нафиг эти технические детали, я вам что-то интересное расскажу. Я это осознал и думаю, вот у нас же есть школа молодых ученых. А что это дискриминация такая? Будет быть школа еще и немолодых. Ну пожилых, я хочу сказать, но лучше немолодых. Поэтому тот технический результат, который планировался, он уже с маленьким кусочек, который будет в конце. А общий разговор пойдет за общие всякие сторисанции. Я добыл указку. А нету, да? Свистбол, да? А, да, точно. А это чтобы внимания было. Значит, мы будем рассматривать некую общую задачу. Как-то спидисты не ищут ли? Значит, у нас будет рассматриваться следующая задача. Пусть есть некий аналитический механизм, в который в нем поступают какие-то аналитические объекты, они перерабатываются, и мы вот должны по вторичному продукту что-то там сделать. Можно ставить две задачи, например, как по составу этого продукта понять, что туда засовывали, наконец-то. Но мы будем не эту задачу решать, а другую. Конкретно вот какую. Я типа заказываю, что я хочу получить, и спрашиваю, можно ли туда что-то такое засунуть, чтобы получить то, что хочется. То есть как построить вот ту вещь, которую надо туда засовывать, чтобы получить фарш нужной конституции. Вообще, народная мудрость говорит, это непросто, потому что типа фарш обратно через массовую не пропущен. Вот так что эта задача, вообще-то говоря, трудна. Ну вот мы обсудим несколько механизмов, которые в таком плане работают, и обсудим некоторые методы для решения этой задачи. Медики всегда так розут. По анализу, или очень полезно. Значит, самый простой такой механизм, это механизм, в котором в него поступает электронное поле, а на выходе мы получаем отображение по импорам. Ну вот здесь у нас классическая картинка, значит, путь имеется электронное поле, она плоскости, с монодромной особой точкой. Мы берем трансферсаль, черненькая, вон, выходящая из особой точки. Берем на этой трансферсаль точечку, икрас, выпускаем траекторию, и вот она вернулась куда-то снова на трансферсаль. Вот мы получили отображение трансферсаль и трансферсаль. Итак, по полю В было получено отображение Даль-ТВ, вот это и есть мой конечный продукт. То есть задача будет ставиться теперь таким образом. Мне дано Даль-ТВ, надо придумать В, чтобы оно было вот таким, каким надо. То есть, ну, кстати, все знают, да, ответ в этой задаче. Это всегда можно, или нет? Отображение потоков выстроить? Ну, 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 по прямозвольному монограмме, выстроить поле. Придумать поле, у которого такой прямозвольный монограмм. Все, на самом деле, такая же простая задача. Если работают в аналитической категории, а не в гладкой, как некоторые привыкли, у них это все легко и просто. Хорошо, это первый механизм. Второй? Значит, второй механизм, это, ну, то же самое практически, только в комплексном... Я говорю, комплекс, комплекс, комплекс. Я работаю, люблю, работаю с комплексным, с комплексным анализом. Так что это реально то же самое отображение вон коре, только в комплексной ситуации. Значит, пусть у нас есть гламожное векторное поле на плоскости с двумя сепаратрисами. Вот как тут зарисовано в сепаратрисе х равно нулю, у равно нулю. Я возьму трансферсаль к одной из сепаратрис, она на букву в 3t обозначена. Ну, возьму на этой трансферсале точечку B. Посмотрю фазовую кривую моего поля, проходящую через точечку B. И вот пусть она снова, ну, я скажу, один раз открою, это так, в кавычках. Пусть она снова пересчитает ту же самую трансферсаль в точечке, которую я обозначу до и до 2t. Все, получилось отображение трансферсалия в себя. Я буду называть комплексной монограммией исходного векторного поля. И моя задача о реконструкции аналитического объекта состоит теперь в следующем. По задному преобразованию монограммей придумать поле B с таким преобразованием монограммей. Хорошо, следующее. Ну, эту задачу можно. Дальше обобщать, значит, в более сложных ситуациях, когда особая точка совершенно ужасна, нехорошая, у него много сепаратрис, то, ну, возникает более сложная задача, значит, больше, что тут получается. Значит, если сепаратрис много, я могу рассмотреть трансферсаль, ну, например, через особыю точку проходящую, трансферсаль как всем сепаратрисам. И на этой трансферсаль увеличилась куча отображений. Ну, вот, если в кавычках, опять же, говорить не строго. Каждая из лица соответствует, грубо говоря, обходу одной из сепаратрис. Ну, и возвращаюсь снова на трансферсаль. Значит, тем самым реально получается представление фундаментальной группы проколотой отрестности, проколотой отрестности, из которой удалили все сепаратрисы, в группу роскошного, ну, одномерно под здесь на картинке. И так, снова получился аналитический механизм. Механизм по полю В строить группу роскошных. И моя задача, это обратная задача, задача реконструкции. То есть, по заданной группе придумать поле В с такой группой монографии. Значит, есть еще целая куча задачи, которые связаны с задачами механизмов, которые связаны с задачей его нормализации. Вот на этой картинке показывает процесс нормализации. Значит, пусть у нас есть некоторые аналитические объекты, и мы его стараемся привести к нормальному виду. Видите, как выглядит нормализованная девочка? Симпатичная. Да, справа. Вот это, а вы такая, да, видите? Понятно, а тут нормализованная, все у него нормально, все. Красиво. Ну, нормальная форма. Итак, мы слева видим аналитический объект в самом общем мире, а справа его нормальную форму. Значит, во многих задачах динамики действительно удается приводить объекты к нормальной форме. И это очень здорово, потому что, ну, посмотрите на эту девочку, все понятно и просто. Не то, что вот... Но, скажем, для отображения, как это мы говорим, значит, такое удается приводить лишь в ситуациях хороших, там, когда спехли в области пон-каре и все такое. В более сложных ситуациях, скажем, в области зигеля, задача намного усложняется. И вообще говоря, нормализовать целиком весь объект не удается. В этом случае пытаются проводить частичную нормализацию. Значит, выбираются... Ну, вот тут, например, можно часть превратить в красивую. Вот тут, получается, он тоже делает красивый. Но, соответственно, скажем, если я работаю с векторными полями, это бы означало, картинка, что я в некоторых областях умею приводить мое поле к нормальной форме. Что при этом получается? Если весь объект порезан на части хорошие, ну, не слишком мелкие, а значительные, то нормализация удается... Во-первых, они должны быть не слишком большими, чтобы нормализацию можно было провести, если объекты сложные. Во-вторых, не слишком маленькими, чтобы нормализацию можно было проводить, ну, единственным или почти единственным способом. Вот идеальная ситуация, когда весь объект порезан на части, и каждая часть единственным образом приводится к своей нормальной форме. В этом случае можно рассматривать функции перевода соответствующего нормализующего атласа. И вот замечательно то, что вся индивидуальность исходного объекта полностью будет сохранена и спрятана в этой функции перевода. То есть это некая общая идея, с которой народ пришел, когда выяснилось, что с резонансами векарными полями, скажем, в области, если не говоря, аналитически, ничего хорошего с ними сделать не удается. Значит, так и сделали, значит, нормализовали там, где можно, построили функции перевода. Итак, вот новый аналитический механизм. В него поступает исходный аналитический объект. Этот объект частично нормализуется, рассматриваются функции перехода этого аналитического, этого построенного нормализующего атласа. И это и есть выходной продукт. Значит, тем самым моя задача о реконструкции ставится следующим образом. Задан набор функций перевода, придумать исходный аналитический объект, построить, чтобы у него были функции перевода именно те, которые нам дали. Еще и области должны быть заводить. Ну, конечно, все. Так, ну, как надо. Хорошо, ну вот давайте быстро-быстро решим самую первую задачу, задачу реализации отображения планетаря. Я сразу скажу, что это не то чтобы полное надувательство, но не гемма. Значит, схема, мы уже тоже рассказывали, эту схему, схему, как включить отображение в поток. Вот она на картинке реализована. Итак, у меня задача следующая. Заданное отображение дельта. Оно обрегнуло на трансферсальке. Вот две точки, рисунок, п, дельта, отбай, перекон. А хочется придумать вектор моего коня, чтобы его преобразование монограммии в точности было и таким, как он. Значит, решается задача только так. Именно возьмем прямоугольничек. Сторона этого будет равна нашей той самой трансферсальной, на которой я применю отображение. Ну, вот здесь просто какой-то широкий прямоугольничек. На альянном прямоугольничке рассмотрим горизонтальное векторное поле. Его фазовые кривые, горизонтальные прямые. Вот одна из них зелененькая. Здесь нарисована. А дальше произведем хирургическую операцию. Именно возьмем правый торец этой полоски и приклеим к левому торцу. Но не так, чтобы один в один, а именно вот эту точечку склеим с вот этой точечкой. Вот на картинке показан процесс этой склейки. Все? Большая победа? Значит, на полноценном безобразии, надо сказать многообразие, но понятно, что... Значит, определено корректно то самое векторное поле. Его траектории там будет куча зеленых линий. И если в качестве трансферсали там, на этом безобразии, рассмотреть именно образ моей трансферсали, то будет ровно с той же параметризацией. То в точности получится то самое преобразование мангромии, которое нам заказывают. А где обман? Значит, обман в том, что я ведь как искал, исходную задачу поставил. Типа дано векторное поле в окрестностях особой точки на плоскости. То есть нужно было, чтобы окончательный объект это было поле определенно в окрестностях точки на плоскости. И вообще-то хорошо бы, чтобы оно было аналитическим. Я это по умолчанию все предполагал, хорошо аналитическое. Да, это в том числе дорого аналитикса. Так что вот после того, как мы формально эту конструкцию получили, склеили что-то, возникать вопрос, а что это такое мы получили? Пусть у нас обкратное многообразие, на нем поле, хорошее поле с нужной мангромией превзормируем в конторы. Но что же это за многообразие и что это за векторное поле? Значит, пусть даже нам повезло, и нам удалось это многообразие, ну, комплексно-одномерное, туда-сюда, вложить в плоскость. А может там вещество, не знаю. Значит, пусть удалось его вложить в плоскость. Значит, что могло, чтобы получилось у нас из вот этой красной линии, которая вообще-то соответствует на той, на заказанном нам чертеже, соответствует просто особой точке. Значит, конечно, красных точек нету у нашего прямоугольника. Так что, на самом деле, прямоугольник, это вот прямоугольник без красной линии. У того многообразия вот в красной линии, она нарисована, почему? Потому что ее там нет. Значит, нет там красной. Так что после склейки мы могли получить область на плоскости, даже, повторяю, если кто-то звал. Но могла получиться область типа 10 без точки. А могло получиться колечко. И если получились колечко, это значит не ту задачу мы решили, как у нас. Значит, то есть, да. Ну а если нету? О, вроде то, что надо. Но! Поле было здесь, суперполе, замечательное, горизонтальное, единичное поле. На многообразие, ну, из него тоже что-то хорошее получилось. Здесь тоже что-то хорошее получилось. Но где? Везде, кроме красной точки. Продолжится ли наше построенное поле аналитически в эту выкультру? Это у вас, на самом деле, правда. И, на самом деле, для задачи, когда я хотел бы получить здесь векторное поле с особой точкой типа центра по линейной части, а преобразование моногромии, преобразование по Лонгаре, выбрал аналитическим, ну, из торжественной, там, линейной части, то ответ оказывается, вообще говоря, нет, не дается это. То есть, это совсем не так все легко и просто, как я пытался вам здесь парить. Следующий слайд, пожалуйста. Хорошо. Итак, мы видели, что возникала следующий сорта проблемы. Есть естественный способ решения с помощью склеек туда-сюда и чего-то там еще делали. У меня все время доедали. Есть пока. Не мало. Хорошо. Значит, после этой склееки перед нами сейчас просто две задачи. Первая задача – это что же многообразие, которое мы получили после склеек. И вторая задача. А даже если это многообразие, есть ли реально та самая заказанная область, если вы скажете, получится ли на этой области правильно определенный тот самый объект, который мы строили. Ну, в данном случае его, скажем, в разобранном примере векторное поле, в которое он был думал. Значит, эти задачи логовешаются с помощью стандартных методов. Я их коротко перечислю. Значит, самый популярный метод последних приближений, в самых разных модификациях. А Модовский, например, очень страшный, с крадрами в конечном порядке. Есть простые методы на малоумерных задачах с помощью теории квазиконформного подображения. Но есть три замечательных метода, основных на трех замечательных, опять же, могучих теоремах, о которых я и хотел как раз коротко сказать. Это теорема Савельева-Брауэнга и теорема Юлия Нодара-Геренберга о больших объектах. Ну, и если времени у меня не останется, то я не расскажу, как это применяется. Ну, пять минут еще. Хорошо, пожалуйста. Значит, самая простая метода это, я ее называю, скоконно по праву. Значит, метода основана на следующем примере. Ну, во-первых, значит, пример. Значит, пусть у меня есть окрестность нуля в С2, я сделаю сигн-процесс и получу метр-многообразие из этого обмуд. Значит, оно, как в жаргоне говорят, получается из области в плене вместо нуля сферы С1, Значит, букву КП у меня обозначен. Обратный процесс схлопывания и, значит, С0 это и есть вклеена при раздуке особенностей проективная сфера. Итак, в моем примере имеется в виду комплексное двумерное многообразие. В нем одномерное комплексное подмногообразие С0, которое предположено эквивалентно сфере сфере С1. При этом можно показать, что индексамопересечение этой сферы равен минус 1. Вот это такой самый простой замечательный пример. Теремографка говорит, что это пример универсальный. Обратно, если есть одномерное комплексное подмногообразие эквивалентное сфере с чертой двумерным комплексным и индексамопересечение минус 1, тогда подходящим голым альфизмом пару подмногообразие С и его окрестность можно превратить в стандартную. Ну, а если стандартная, то потом я типа сделаю скопом и все будет после этого хорошо. Давайте так посмотрим. как применяется это? Ну, я уже совсем тогда коротко скажу. Здесь я отвечаю. Я еще 10 минут, ты начал 10 минут. Да! Говорит, 20 минут. Нет, уже 5. Значит, пример, как можно решить задачу, решать задачу о реализации групп монозравии. Значит, выбираем на цель с чертой точечки, уже это будут мои особые точки, соответственно, сепаратрисам. Выбираем непересекающиеся окрестности, в окрестности каждой из них строим слоение с заданной комплексной моногромией и дельта G, это будет одна из образующих моей группы G, с НВ, которого, между прочим, пока нет. Вне окрестности строим слоение без особых точек, ну, стандартным образом, рассмотрим инверсальную накрывающую над сферой с дырками, и, в общем, это без проблем, такое слоение реализуется. Потом и склеим по всем этим самым функциям перехода, которые там тоже автоматически получаются, и получим то самое двумерное многообразие, из которого, у которого корректно определено одномерное подмногообразие, полученное из кусочков сферы сферы, сферы с древиальным совершенно сферы. Применяем процедуру скопования, то есть теорема Райверка, получаем то, что надо. Вот здесь отпечатка, потому что должно было быть вуаля. Все? Нет, если... Значит, замечательная теорема, теорема Савельева. Эмсмит Лишенко, насколько я знаю, и эта теорема доказана была Савельевым давно, достаточно Лишенко не узнал, а потом французы вооружили все это теоремой и как пошли косить всякие результаты и вот потом мы опомнились тоже и стали делать сферы. Покажем. Да. Значит, теорема Савельева совершенно аналогичная теорема Граверта, только вот это все тоже самое, двумерная комплексная многообразие, одномерная и замоченная цель с чертой, и теорема Граверта индексам перечисчили был минус единичком. А вот я теперь хочу случай рассмотреть, когда индексам перечисчили нулевой. Такой пример тоже нереально строится, надо взять просто прямое произведение цель с чертой на 10. В этом прямом произведении содержится одномерное комплексное однодожрание, это просто цель с чертой на 0. и у него очевидно индекс самопересечения нулевой, я его могу туда-сюда двигать, а он перестал пересекаться, все значит нулевой. Теорема Савельева говорит, что если в абстрактном многообразии имеет место вот эта вот ситуация с индексом самопересечения 0, то локально это общая картинка эквивалент на стандартный. Обратите внимание, это теорема реально, я вообще пропагандирую теорию нормальных форм, но это теорема нормальных форм о нормальных формах чего? Обресности цель с чертой в двумерном надобразии. Значит, теорема говорит, если индекс самопересечения 0 или минус 1, то приводится к нормальной форме. Пожалуйста, следующее. Значит, я коротко покажу, как работает теорема Савельева на следующем примере. Значит, мы рассмотрим векторное поле, у которого сложная особая точка и вот пусть настолько сложно нам три сепаратреса имелись. Ну, три сепаратреса причем хорошие, это не так уж страшно, потому что три сепаратреса можно одним с этим процессом превратить, раздуть и сделать из него из этого все хорошую практику. Предположим, моя одна сепаратреса, то есть поле вокруг около одной сепаратреса настолько хорошая, что в окрес соответствующей точке оно линиеризуется. И они рисуются, мы линиеризуем. Вот в зеленом квадратике это все дефиомартизмом линиеризовали. А теперь давайте возьмем вот такую ужасную штуку, на которой будет то же самое линейное векторное поле, но с подходящим смещенным отношением собственных значений, так, чтобы вот здесь прямо та же детственная скетчика проходила. И приклеим к этому квадратику вот эту шаровщенную полосу. Приклеим. Что у нас тут получится? Получится вокруг красного этого дивизора к нему прилегает вот этот зеленый лоскуток, к зеленому лоскуту приклеился еще вот этот вот кто-то там. Схлопнем это дело назад и получим вот это. Схлопнем склопнем это дело назад и получим абстрактную картинку. Мы там приклеили многообразие, бог знает что получилось. Получилось абстрактное комплексное многообразие. Но вот если постараться приклеить вот эту штуку так, чтобы после склопления получилось и так сам пересечения вклеенной желтой сферы нулевой, то теорема с наделем сработает и скажем, ребята, это все равно что прям прямое произведение желтого диска на красненький желтого с чертой на красненький диск. Мы посмотрим, что случилось при этом с нашим исходным векторным полем. Оно в результате этих всех манипуляций превратилось в там было голоморфное векторное поле. Превратилось опять же в голоморфное векторное поле, но определенное вот тут уже. Так это же здорово. Если вот это вот х координата туда, а у вдоль желтенького, то получается, что вдоль у я могу продолжиться аж до бесконечности и мои эти функции от у как голоморфные функции определенные на всей с чертой их совсем мало, это константа. Ну вот если это записать как дифур d y по d x равно кому-то и посмотреть что же там должно реально быть мы увидим в знаменателе да, а что это за функция которая продолжается на всю ц с чертой это ну если там только полюса разрешить до бесконечности. Ну а если посмотреть на знаменателе на точке касания то увидим что это многочин первой степени второй степени. но и после этого еще чуть-чуть поработать мы видим что исходное поле привело вот к такому замечательному виду который вот здесь выписан. Я на этот вид еще потыкаю и скажу значит смотрите откуда пошла теория нормальной формы вратилы но и в его времена это было совершенно замечательное изобретение вместо поля смотрим линейную часть там все то же самое потом значит начали резонанс смешаться но делак справился потом когда занялись резонансами задачами в фигниевой области обновлю ой что-то тут плохо стали эти нормальные формы работать но потом все-таки построили консультацию каких-то полей отображений частично а мечта замечательной нормальной аналитической формы осталась вот и поэтому когда я там проводил свои рассказы мне говорят а где у тебя простая формальная аналитическая нормальная форма а ты вот она значит итог значит они мечтали мы его получили и итог как вредно мечтать мечты иногда исполняются значит мы смотрим на нее никакой радости нет никакой информации из нее не извлекаем давайте еще переставим я забыл значит основная часть доклада должна была быть посвящена почти комплексным структурам но у нас время кончилось то же время значит это самый главный инструмент конструирования многообразий из по заданным функциям перехода да следующий вот здесь был еще пример еще следующий значит там были определения почти комплексного структуры интегрирования и все того что делось на этом простом примере показано как построить хорошее многообразие заданы двумя от болты взятыми склейками на картинках показано вот взяли эту картинку склеили получили абстрактное многообразие чуть-чуть по надругавшись над ней можно гладко его отобразить вот на такую область гладко я повторяю не аналитически конкурент преобразование превратим в диск эту картинку без точки красные точки ее там не было значит теорема Ньюиндера Неремберга говорит эту почти комплексную структуру которая тут должна была получиться с помощью гладко можно выпрямить и тогда вот сквозное отображение сюда будет головой обратите внимание мои склейки уважали сдвиг на единицу они с ним коммутируют поэтому на том предобразии вон вверху или на М круглом можно было определить корректно отображение которое в этих картах есть просто сдвиг ну а то в результате всей этой процедуры превращается в аналитическое отображение здесь а обратный процесс даст упрямляющий нормализующие отображения с заданными функциями перехода и плюс-минус для этого объекта и следующий слайд его нужно показать вот потому что вы заметили наверное в самом начале что там два автора заявлены значит Паронина и Шайкулина Шайкулина Полина это моя ученица и это вот как раз ее часть доклада смотрите я уложился условно а Полина значит как раз сейчас скажет вот это про Илья остальные длинные буквально значит Полина рассматривает вот такие отображения для них были построены функции перехода на следующий слайд функции перехода вот здесь нарисованы и получилось возникла наша вот эта задача про фарш исходного надо построить отображение с задной функцией перехода ну вот Полина и склеивает по вот этим четырем отображениям следующий слайд и получает исходный объект с задной функцией перехода спасибо спасибо спасибо